Сильнейшие экономики Азии объединяются. Впервые за три года лидеры Китая, Японии и Южной Кореи сели за стол переговоров. Парижан пересаживают с машин на общественный транспорт. Город задыхается от смога. Теперь более подробно об этих и других событиях. Ведущие азиатские экономики пытаются найти общие интересы. Первые лица Южной Кореи, Японии и Китая пообещали сотрудничать более эффективно. Такое заявление они сделали на первой за три года совместной встрече. «Президент Южной Кореи Пак Кэнхе, премьер-министр Японии Синзаба и премьер КНР Ли Кэцян также сказали, что возобновят ежегодные встречи, которые были приостановлены в 2012 году в связи с разногласиями в трактовке истории и территориальными спорами. Пак Кэнхе сообщила, что договорилась с участниками встречи продолжать работу для заключения соглашения о зоне свободной торговли между 16 странами региона. Она также отметила, что планируется и отдельное трёхстороннее торговое соглашение, работа над которым была приостановлена два года назад. «Я полагаю, что потенциал в экономическом взаимодействии между тремя нашими странами просто неограниченный. Я надеюсь, что лидеры и бизнесмены трёх стран воспользуются этим драгоценным шансом и будут работать над созданием нового экономического порядка в Северо-Восточной Азии и соседних странах». Китай является одним из главных сторонников договора о региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве. Если соглашение будет подписано, то это создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с населением в 3 миллиарда 400 миллионов человек. К слову, в прошлом месяце представители 16 стран встретились в Южной Корее, чтобы обсудить вопросы создания особых экономических зон и снижения тарифов на товары и услуги. Однако особого прогресса в переговорах пока не наблюдается. А теперь в столицу моды. Густой смог повис над Парижем. Власти призывают жителей столичного региона ездить на метро и автобусах. В ближайшее время в мегаполисе могут ввести ограничения на поездки на личном транспорте. Например, в один день на дороге разрешат выезжать только автомобилям, чьи номера заканчиваются на четную цифру, а в другой день на нечетную. Парижанам приходится долго дышать опасным воздухом, вызывающим заболевания. Из-за них ежегодно происходит преждевременная смерть. Не только парижане, но и все жители района Иль-де-Франц страдают из-за нежелания бороться с загрязнением. Сами жители города считают, что власти должны больше говорить о проблеме гражданам. «Мы получаем недостаточной информации по этому вопросу. Люди со слабым здоровьем уже обеспокоены. Но те, у кого здоровье получше, просто игнорируют признаки заболеваний. Однако негативный эффект всё же существует». Между тем, столица Франции готовится в конце месяца принять климатический саммит ООН. На этой встрече мировые лидеры будут решать глобальные проблемы, вызванные загрязнением атмосферы. По мнению парижан, положительные изменения зависят от вклада каждого простого человека. «Лично я ничего не ожидаю от саммита. Решение может прийти снизу, а не сверху, когда каждый человек возьмёт инициативу в свои руки». На климатическом саммите в Париже соберутся представители 195 стран. Им предстоит принять новые обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Это должно остановить глобальное потепление на планете. Конференция по климату пройдёт во французской столице с 30 ноября по 11 декабря. Впрочем, лучшее спасение от смога – парижская подземка. Тем более нынче там можно отведать изысканных блюд. Высокая кухня пришла в парижское метро – одно из самых загруженных в Европе. Поезда приходят один за другим, перевозя миллионы пассажиров в день. Однако сегодня людям предлагают сбавить темп и почувствовать себя гостями изысканного ресторана. На одной из станций расположились столики с угощениями. Над блюдами трудятся лучшие шеф-повара мегаполиса. Эта акция продлится несколько дней. Сегодня свои кулинарные шедевры представляет команда Патрика Бертрона, обладателя трёх звёзд Мишлен. Он говорит, что решил спуститься в подземку, поскольку здесь смешаны все слои населения, и это своего рода демократизация высоких. «Тут можно встретить самых разных людей, представителей самых разных слоёв населения. Ведь метро – самый простой способ путешествовать по большому городу, самый практичный и быстрый. Мы хотели показать, что если мы под землёй, это не значит, что на поверхности не происходит ничего удивительного, и что это не может быть доступно для всех». Сегодня в меню фуа-гра с традиционными индийскими приправами. Некоторые пробуют это блюдо впервые. «Это интересно. Шеф-повара общаются со всеми. Это даёт любому возможность попробовать необычное блюдо». Искушённые гурманы отмечают высокий уровень презентации блюда. «Всё подано с хорошим вкусом, очень элегантно и нежно. Это очень не похоже на фастфуд и подобные вещи». Кулинарный эксперимент продлится три дня. Каждый день новые шеф-повара будут знакомить пассажиров метро со своими коронными блюдами в высокой кухне. Смотрите далее в нашей программе. «В Рио-де-Жанейро» необычный показ мод. На подиуме представляют коллекцию одежды из алюминиевых банок. В Лондоне готовятся к рождественским торжествам. Символический отчёт до начала праздников дали в центре города. Настоящим звёздам место не на подиуме, а в планетарии. В астрономическом центре Рио-де-Жанейро необычный показ мод. Все наряды выполнены из алюминиевых банок из-под прохладительных напитков. Автор коллекции тоже личность неординарная. Ещё недавно Жоэл Десо заработал строителем. Но потом решил сменить профессию. К этому его подтолкнула его сестра. Однажды она решила сделать платье из крышек от банок из-под напитков. Жоэл начал помогать. Работа заняла два месяца. После этого мужчину было уже не остановить. Он уволился с постоянной работы и решил стать дизайнером. «Я выставил платье перед входом в свой дом. Все останавливались и смотрели. Я очень полюбил свои творения, поэтому отвёз их в Сальвадор. И стал демонстрировать и продавать их в парке на лавочке. Туристов они заинтересовали». Но лавочкой всё не закончилось, Жоэла заметили. Он уже принял участие в нескольких модных шоу в Бразилии и в других странах. «Вначале было сложно. Жена считала меня сумасшедшим. А дети решили, что я стал бродягой и собираю на свалках пустые банки. Но я продолжал творить и верить». На показ в планетарии Жоэла пригласили в рамках климатической недели, которая начнётся в Рио-де-Жанейро 4 ноября. Она пройдёт под эгидой ЕС, Всемирного фонда дикой природы и Бразильского министерства экологии. А на Туманном Альбионе вовсю ждут снега и сопутствующего праздника – Рождества. В Лондоне запустили отсчёт времени до Рождества. Хедлайнером торжеств, в финале которых грандиозная иллюминация, стала австралийская поп-певица Кайли Миноук. Её пригласили в британскую столицу, чтобы открыть начало рождественского сезона. Торжество по традиции проходит на Оксфорд-стрит. Рождественские декорации включают 445 серебряных и золотых шаров. По задумке авторов, они создают эффект падающих снежинок. В этом году улицу впервые полностью перекрыли для транспорта. Кроме того, иллюминацию зажгли раньше, чем в предыдущие годы. «Впервые мы сделали это так рано. Но мы и раньше хотели, чтобы включение иллюминации произошло в воскресенье. Здесь много семей, а значит много детей. Атмосфера царит сказочная. Так что выбранный день очень удачен для зрителей и, конечно, для магазинов». Праздничный сезон, конечно же, означает начало рождественских распродаж. Оксфорд-стрит знаменита своими фешенебельными магазинами. На этом пока все. Выпуск подготовил и провел Николай Сальников. Смотрите мировые новости на телеканале ОТС. И будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова